Здравствуйте! На этом уроке мы попытаемся определить число по известной части, выраженной в процентах. 150 – это 25% от какого числа? Это нам и надо найти. Итак, нам нужно найти число, 25% которого составляет 150. По-другому мы можем сказать, что 150 – это 25% от какого числа? Следовательно, мы можем сказать, пусть х – это число 25%, от которого составляет 150. Составляет 150. И теперь нам остается найти значение х. Давайте начнем с х. Теперь нам надо записать 25% от х. Правильно? Мы можем представить это выражение в виде произведения. 25% умножить на х. И если мы рассмотрим 25% как десятичную дробь, то получим 0,25 умножить на х. И эти два выражения идентичны, они одинаковы. Таким образом, мы начали с х. Затем мы взяли 25% от х. И, следовательно, мы умножили х на 0,25. И все это будет равно 150. Так как 150 – это 25% от этого числа, от х. Правильно? Давайте теперь найдем х. Давайте начнем со 150. Я запишу это уравнение отдельно. 0,25 умножить на х равно 150. Так будет понятней. Есть два способа решения. Мы можем разделить обе части уравнения на 0,25. Также мы могли заметить, что 0,25 – это четверть. Поскольку 4 четверти составляют 1 целое, например, 25 копеек – это 1 гривна. Следовательно, мы можем умножить обе части уравнения на 4. Вы можете выбрать любой вариант решения. Но давайте я применю первый способ, поскольку именно этот способ чаще всего применяется при решении уравнений. Итак, давайте разделим обе части уравнения на 0,25. Делим левую и правую части уравнения на 0,25. Здесь в левой части останется х, а в правой мы получим 150 разделить на 0,25. Хорошо, что мы выбрали этот способ. Мы можем теперь попрактиковаться в делении на десятичную дробь. Так что приступим. Нам надо узнать, сколько будет 150 разделить на 0,25. И мы уже делали такое раньше, да? Давайте вспомним. Чтобы разделить число на десятичную дробь, нужно преобразовать ее в целое число. А это мы можем сделать с помощью переноса запятой на два числа вправо. Если мы сделаем это со знаменателем, то необходимо сделать это и с числителем. Значит, теперь мы можем рассматривать данное число. Вот так, как 150 целых. Если мы умножаем 0,25 на 100, переносим вот так вот запятую десятичную, значит, нам надо перенести запятую на два числа вправо и здесь. Таким образом, 150 разделить на 0,25 – это все равно, что 15000 разделить на 25. Теперь приступим к делению. 1 не делится на 25, 15 тоже не делится на 25, а 150 делится на 25. У нас получится 6, правильно? 100 разделить на 25 – это 4, значит, 150 разделить на 25 – это 6. Значит, 6 умножить на 25 – это 150. Теперь вычитаем. 150 минус 150 – это 0, и у нас нет остатка. Сносим этот 0. 0 разделить на 25 – это 0. 0 умножить на 25 – это 0, значит, вычитаем. 0 минус 0 – это 0. И теперь сносим последний 0. Снова 0 разделить на 25 – это 0. 0 умножить на 25 – это 0. 0 минус 0 – это 0. 0 минус 0. Таким образом, у нас нет остатка. И мы видим, что 150 разделить на 0,25 – это все равно, что 15000 разделить на 25, и это равно 600. Но мы все это могли бы сделать намного быстрее. Когда мы могли бы на этом этапе решения уравнения… 0,25 умножить на х равно 150, мы просто-напросто могли бы умножить обе части уравнения на 4. Так мы попрактиковались в делении. Но давайте разберем и этот способ решения. 0,25 умножить на х равно 150. Итак, просто-напросто умножим обе части уравнения на 4. Умножаем на 4 здесь и здесь. 4 умножить на 0,25, то есть 4 умножить на 1,4 – это равно 1. Здесь остается просто х. А 4 умножить на 150 – это 600. Таким образом, мы рассмотрели оба варианта решения. И во всем этом есть смысл. Поскольку если 150 – это 25% от какого-то числа, то 150 должно составлять 1,4 этого числа. А, следовательно, 150 должно быть в 4 раза меньше данного числа. Так оно и есть. 150 – это 1,25 от 600. Ну, вот и все. До свидания и до встречи на следующем уроке!